Семилетний Иван Коршунов стал самым юным участником соревнований по велоспорту в дисциплине BMX Freestyle. Занимается профессионально с четырех лет. Рассказывает, любовь к этому виду спорта пришла не сразу, но теперь проникся велоспортом и стремится освоить много новых трюков. У меня была первая тренировка, мне не понравилось, но потом я захотел и начал заниматься, заниматься. И так дошел до трюков, теперь делаю трюки. Крутое ощущение, что я это сделаю и смогу это сделать. И всегда это буду делать. Иларион Мартынов стал победителем в своей взрослой категории. Тренируется сам, трюкам обучается по видеороликам в интернете. Несмотря на то, что в спорте всего полгода, это уже третье его соревнование. Я просто смотрела, как катаются, мне нравилось, я тоже захотел. Но я просто один раз поехала на соревнования, и мне понравилось. Я вот захотела BMX и начала кататься. BMX Freestyle – экстремальный вид спорта. С 2020 года относится к олимпийским дисциплинам. Для выполнения трюков на специальной трассе используется велосипед, который по размерам меньше обычного, без подвесок и, как правило, не имеет тормозной системы. Судья оценивает частоту исполнения трюков за установленное время. Александр Мирошниченко, чемпион Самарской области по BMX Freestyle, 16 лет в спорте. 12 лет занимается тренерской деятельностью. Рассказывает, этот вид спорта добавляет в жизнь адреналин и позволяет не стоять на месте. Огромное количество вариаций, все, что можно сделать. То есть трюков, огромное количество, их можно комбинировать между собой. И даже если ты научился там, условно, 3000 трюков, это не значит, что не можешь научиться чего-то еще. То есть тут есть всегда куда расти, и спорт, можно сказать, все равно еще молодой. И все это позволяет каждый день делать что-то новое. То есть ты в этом спорте учишься, во-первых, достигать своих целей. Не надо там ставить сразу крупные, ты можешь по чуть-чуть что-то сделать. И помимо этого ты как бы здесь переступаешь через свой страх. Прошли мероприятия и для любителей самокатного спорта. В последние годы эта дисциплина обретает все большую популярность. Как вы видите, самокаты сейчас очень модное направление. Молодежь активно, активно осваивает, не только в передвижении, но во всяких экстремальных видах. Вообще современное направление заставляет двигаться детей. Ну и взрослые могут присоединиться. Такой современный спорт. С ребятами встретились профессиональные спортсмены из Москвы. Рассказали о становлении самокатного вида спорта и поделились своим опытом. Это спорт, в котором нет определенных границ, по которым ты должен двигаться и лететь. То есть это всегда зависит от самого тебя. Вот что хочешь, ты можешь приехать в парк, можешь кататься просто на асфальте, по улице. Тем не менее ты катаешься на самокате и уже, как бы, можно сказать, занимаешься этим спортом. Мероприятие прошло на базе скейт-парка, расположенного в парке Гагарина. Круглый год площадка открыта для любителей экстремальных видов спорта. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.